Призерами в этой весовой категории стали Киселев, Руслан, Москва и Кургинян, Эдуард, Краснодарский край. Итак, вы видите разницу в росте. Михалин Вячеслав выше своего соперника, выше Альсима Черноскулова практически на голову. Ни одного, ни второго это не смущает. Оба будут сражаться. Альсим вот вцепился в правую руку Михалина, грузит ее вниз, не дает ей работать. Альсим часто может бороться с захватом за два рукава и вот в своей привычной манере, как сейчас, теснит на край ковра. Выиграл захват и теснит. Михалин, да, правильно изменил ситуацию, развернулся спиной к центру. Ну, Альсим пошел опять, как трактор, к другому краю ковра. Сейчас, видимо, здесь повторится ситуация. Возможно, Михалин вновь развернется. Нет, Михалин сейчас как на лыжах, что называется, выехал за ковер. Ну, тут вот опять такой момент спорный. Сам как будто бы не вышел, выехал. Но, тем не менее, за пассивное ведение борьбы был наказан. А вот в подхват уходит Михалин. Есть у него захват на верхнем отвороте. Сверху отворот взял. Заворотник, что называется. И сделал попытку. И, соответственно, Альсима Черноскулову сейчас наказали за пассивное ведение борьбы. Уравняли ситуацию по замечаниям. Олег Рочев, арбитр Юрий Сафуддинов. Боковой судья Дмитрий Редин, руководитель ковра. Главный судья соревнований Алексей Лебедев, Москва. Подворота Михалин осуществляет, но такие имитации больше пугают. Посмотреть на реакцию Черноскулову. А тот стоит, как вкопанный в землю по пояс, что называется. И не шелохнется. У него очень хорошая выдержка. Очень хорошая устойчивая стойка. Вот сейчас он его, Михалин, развернул. И сам теперь вышел. Михалин правильно, грамотно сыграл на корой ковра. Поменял местами себя с Альсимом. Косой захват у Михалина. Есть. Он его за собой пытается вытащить. И тут же атакует назад подсечкой изнутри. Не отпускает Михалин пояс. Блок выдергивал свой же блок. Сначала поставил блок, потом выдергивал захват Альсимой. Тут же на этом перехвате Михалин... Вот блок вынимается. И тут же атака от Михалина. Правильная ситуация для атаки была подобрана. Выход за ковер у Красного. И 1-0 Михалин ведет предупреждение. Михалин пробрался к верхнему захвату. Пропустил его Альсим сейчас. И это прием, который мы называем стригунок. Конечно же, ложная атака в данный момент. Да, Михалин вот разводит руками. Не стали, судя, строго относиться к Черноскулову на данную секунду. За эту ложную атаку наказывать не стали. Идет уже вторая половина встречи. 1-0. Бросок через спину с колен. Альсим выполняет. Выходит за край ковра Михалин. И даже понимает, что могут наказать, но не наказывают. Есть один рукав. Срывает захваты друг у друга, ребята. Опять рвется к верхнему захвату Михалин. Прорывается пояс. Альсим тоже берет пояс. Бросок через голову с подсадом. С переходом на рычаг локтя. Защищается Альсим. Вот здесь через голову, да, с подсадом. И рычаг локтя. Вновь Михалин берет захват сверху. Здесь Черносколов уже начал опять подгружать правую руку. Он одно время перестал это делать. Михалину стало комфортней. Опять стригу ног. В партер перевел. Уже не ложная атака. Атака без оценки, но уже и не ложная. Пытается сорвать сейчас Черносколов, да, правую руку Михалину. Уже не пытается. Михалин держит два захвата. Хорошие для себя два захвата. Но Черносколов и сам готовит атаку. Я думаю, через спину с колен, мне кажется, хочет сделать. Вот, пожалуйста, да, была попытка насыщить через спину с колен. Бросок за ноги. Это движение действия в партере. Оно не оценивается вот здесь вот. Это все лежа. По-прежнему счет 1-0. 34 секунды до конца встречи. Есть верхний захват у Михалина. Срывается опять на стригунке Черносколов. Да, встает вопрос ребром. Еще одна ложная атака. Не наказывает судья. Идет вперед Черносколов. Вновь неудержимо, как бульдозер. Бросок через спину с колен. Конечно же, силовой. Без должной динамичной подготовки перед этим. Силовой очень бросок. Михалин достаточно высокий парень. Его так тяжело, в общем-то, так бросить прямолинейно. 5-4-3 секунды остается. И Михалин Вячеслав возвращает себе звонок.